Сегодня мы начинаем такой цикл ПУРИМ, 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 можно громко так провозгласить это слово, оно хорошее, ПУРИМ, ПУРИМ, и микрофон Сакия сключит еще, будет вообще хорошо. ПУРИМ, ПУРИМ от слова ПУР, ПУР это жребий, жребий, который бросали враги, чтобы узнать когда убить евреев, ПУР, бросали жребий, чтобы узнать когда убить евреев, в какой день. И ПУР выпал на 14-е Адар, по еврейскому календарю, 14-е Адар, сегодня 11-е Адар, то есть через 3 дня, ну вот если в ту эпоху вернуться, примерно через 3 дня нужно будет уничтожить всех, можно будет уничтожить всех евреев. И вот как это получилось или не получилось, мы сегодня как раз вот начнем рассуждать, что случилось. Что случилось в те годы, на которых идет речь. Итак, ПУРИМ, ПУРИМ, 14-го на 15-е Адара, вечером, как всегда у евреев все вечером начинается, все самое интересное. И шаббат вечером, и ПУРИМ вечером, и вообще жизнь вся вечером. Самое лучшее время начинать вечером, с вечера. Говорят, утром вечером мудренее, но это неправильно. Это славяне так говорят. А евреи говорят, не-не-не, дождемся вечера. Да, вечером все будет по-другому. И вечером заходит, как солнце село, заходит новый день. То есть новые возможности, новый период. Если бы вы попали, вот допустим, юбилейный год, когда он начинается, на Рожхашина. И вот вечером на Рожхашина, вы получили бы, если бы были рабом, свободу. Если бы вы были должны 5 миллионов Рабиновичу, Рабинович бы вынужден был вас простить. И 5 миллионов долларов не надо отдавать. Вот именно вечером, вечером, с вечера. Вот. Поэтому Пурием должен был начаться уничтожение евреев с 14 на 15 Адара. И вот в эти дни, что делали евреи, узнав о замысле злобного Амана? Они постились. Они взяли трехдневный пост. Они взяли такое время, когда царица постилась из Фир. Эстер по-еврейски. И ее свитер, служанки постились. И постился Мардыхай. И вся еврейская мишпаха в изгнании. Потому что все это происходило в изгнании. В изгнании. Тише, тише, тише. Не врывайтесь к нам, как разбойники. Вы шо? Так. Звук отключаем, Саша. Саша. У нас дикие люди есть еще. Дикие. Звук отключайте. Саша, выключи звук. Иначе я буду удалять. Партизаны. Они на 15 этаж поднимаются, чтобы поймать вай-фай. У них в доме нет вай-фая. Ну, шо с ними делать? Дикий народ, мама дорогая. К сожалению, не удаляю. Вот. Надо учиться. Вот смотрите. Мне 63 года. Я один из первых начал заниматься компьютерами. Как только появились в компьютерах, один из первых у меня уже был. Я нанял специального мастера, айтишника. Он меня обучал. Месяц ходил, я ему платил за уроки. Потому что я понимал, будущее за интернетом. Будущее. Это сфера, в которой мы можем проводить собрание для любой аудитории сегодня. Хоть миллион, хоть миллиард. Хоть пять миллиардов. Нам без разницы. То есть, любую аудиторию мы можем достигать через социальные сети. А сейчас уже Элон Маск, такой мальчик удивительный, продвинул все еще более новый уровень. Более сильный уровень. Так, у нас Сережи тоже нет. У нас никого киевских кто-то есть? Никого нету киевских. Мама дорогая. Пять миллионов людей. Ха-ха-ха-ха. Ну, я сейчас поделюсь своим свидетельством. Вот. Интересный город Киев. Вы знаете, как пустыня. Вот, духовная. Вообще. Пустыня натуральная. Потому что в пустыне ничего не растет. Где-то там на горизонте что-то вроде как появилось. Смотришь, это верблюжья колючка такая выросла. Но мы не едим верблюжью колючку. Поэтому это для верблюдов. Вот. Саксаул какой-нибудь торчит, там кустик. Или кактус колючий такой. Церковь там. Семь лет без урожая. Вот. Ну, в общем, много интересного можно в духовном мире посмотреть. Иногда Господь мне показывает в видениях такое. Ха-ха-ха. Это, честно говоря, у Господа юмор очень высоко развит. Намного больше, чем у нас. Ну, представьте, что вот он может смеяться постоянно. Потому что он завершил все. Все дела свои завершил. И он отдыхает. Если вы хотите, чтобы он что-то делал, вы его не сможете заставить. Потому что он почил. Все. Он почил. Все дела передал Ешоа. Ешоа все дела передал Святому Духу. И вот сейчас на земле единственный, кто что-то делает, это Святой Дух. И он нас учит, и наставляет, и спасает, и рассказывает о Ешоа, и дарами наделяет, и вдохновляет. И такая энергетика прет, когда Дух Святой нас наполняет. Что я себя ощущаю, как вот, наверное, под высоким напряжением. Если вот два этих... Очень серьезно. И знаете, после того, когда Дух... А вы знаете, что он приходит и уходит. Вот когда он уходит, начинается отходняк. Вот кто из вас понимает, о чем я говорю? И вот этот период отходняка надо пережить очень правильно. У меня в субботу как раз было время отходняка. Если кто имеет свободные руки, а если бы еще и свободный компьютер, связаться с юзиком, это Саша из Киева, наша старейшина. Он очень хороший, но он неграмотный абсолютно технически. И вы бы ему объяснили, что ему делать. Вот. У него, ну, жажда огромная, а навыков нету. Как с ним быть? Ну, любим его, конечно. Что делать? Ой, вей. Любим всех. Нет, даже тех, кто нас покинул. И вот у меня в субботу пришло опустошение. Мы потратили столько энергии. Вот. И я почувствовал, что я сгорел. Вот я сгорел. И тут же, получается, обворовали машину мою. Никогда я ангелом заповедал, Бог. Они стоят. И когда у меня ключи в замке всю ночь были до 11 утра, дверь, Настя, ж открытая в центре города Киев стояли мы. Никто ничего не взял. Телефон за 500 долларов на панели лежал. И три часа никто не взял ничего. Поська моя забыла дверь закрыть, убегала. А мы спешили. Поэтому машина открытая полностью. Еще и дверь Настя ж в центре Киева. И на панели я забыл свой мобильный телефон, любимый. Ой, вей. И никто не тронул. А тут раз, мне разбились стекло водительское. Вытащили нагло мой старый уже. Я его хотел менять. Аккумулятор. И как раз нам ехать на собрание. А как ехать без аккумулятора? Не, ну верой можно было попытаться. Но я не стал. Не стал. Вот. И потом началось. Дети, вот Кате сегодня ночью 38. У меня давление там, не знаю, сколько, 200. Вот. Такое, знаете, состояние. Как, ну, в этом случае мы говорим. Я не понял, Господи, что такое. Или где-то я согрешил, покажи. Или кто-то меня проклинает. Я так и пофиг его проклятие. Если благословение на мне. Если что-то там враг пытается. Ну, а что такое враг? Господь, мы даже не сравниваем тебя с нашим врагом. Поэтому, ну, вот такая была у меня несколько дней выжженной земли. Выходные были очень жесткие. И вот эти ночи. И, честно говоря, я вот только сейчас к вечеру прихожу в себя. Вот. И я почувствовал, что моя миссия в Киеве заканчивается. Но я уже сказал, закончилась. И тут же звонок из Израиля. Любимая земля. Приезжай, все есть. Все есть. И место, и трансляция, и вай-фай бесплатный. И все, пожалуйста. Койка, питание. Все есть. И самый лучший город на земле, куда миллиардеры приезжают отдыхать. Миллиардеры с Голливуда. Там можно увидеть Шварценеггера, там еще других. Вот. Они ходят там по набережной. Это город Эйлат. Кто был, понимает. Там стоят высокофешенебельные готели пятизвездочные, яхты в море. И там очень красиво, очень красиво. Пустыня абсолютно, зелени почти нет. Но очень суровая такая вот какая-то красота. И там есть копия царя Соломона. Шлема там добывал медь. И там медные рудники остались. Добавьте кто-то языка, пожалуйста. Я вам спрошу, помогайте кто-нибудь. У вас же больше, чем я один. Вас таки много, а я таки один. Добавьте языка, пожалуйста. Объясните ему правила как-то там, напишите или что. Вот. И Эйлат, это интересно, почему не Иерусалим? Я очень хочу Иерусалим. Очень. Хочу Иерусалим. Но, видимо, нужна точка опоры. Я больше об этом молился. Господи, дай точку опоры. И хочу вам сказать, что евреи-то начали оттуда. Они перешли красное таки море. Ой-ой-ой, я сейчас отвечу языку, вы меня извините. Потому что никто ничего не может сделать. Саша, дорогой, найми, я тебе дам денег, найми человека, который бы тебя научил. Это ровно час займет обучение. Как пользоваться планшетом, компьютером. Вот сейчас ты попал не в сайт, не в чат. Не звони. Я тебе позвоню, вызову. Нажми зеленую кнопку пальцем. И все. Больше ничего не надо. Ты же сбиваешь весь взвод. Тут вся межпаха застрела ждет. Давай. Но он настойчивый. Посмотрите, он звонит с 15 часов 25 раз. Вот это вера. Не бросает. Он уже... Сколько тут? 20 с чем-то звонков. Мощный брат. Ешурун. Что с ним делать? Любить. Вот. Поэтому, дорогие киевляне, не хочу вас обрадовать. Очень скоро я вас покину. Точно так, как покинул крымчан. Крымчанам говорил об этом. Ай-яй-яй. Ну, что с ним делать, а? Они нас не слышат. Вот в чем вопрос. Понимаете? Они только себя слышат. Саша, отключите микрофон. Пожалуйста. Саша. Отключи микрофон. Все, спасибо. Неужели ты это смог? Твоя вера нас восхищает. Вера твоя восхищает нас. Мы очень рады. Но наш мост начался вот в 17 часов. Я был, ну, немножко занят до 17. И вот что, слушайте, что происходит. И почему на Пурим такое вот, такие атаки идут на евреев? Очень тяжелое время для всех. И мне вот пишут уже в ленте, что и у меня, и у меня, и у меня, и я того же мнения. Послушайте. Послушайте. Но есть цикличность. Вот почему надо годовые праздники отмечать. Потому что Песох это цикл. И каждый раз, когда наступает Песох, что-то обновляется. Обновляется в новый уровень с умножением. Новый уровень с умножением. И Бог заповедал нам праздники годовые наблюдать. Наблюдать. Почему? Для того, чтобы мы не пропустили умножение. Вот когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына Единородного. Что это такое слово полнота времени? 2400 лет тому назад случились события Пурим. Почему эти события произошли? Что такое Пурим? Книга из Фирь, да, надо читать ее обязательно. Что пишет Википедия? Давайте прочитаем. Пурим, иврит. Число от аккадского Пуру, жребий. Еврейский праздник установленный согласно библейской книге Сфири Эстер. В память спасения евреев, шоа, проживавших на территории Персидской империи, от истребления их Аманом Амаликитянином. То есть это заклятые враги Израиля, амаликитяне. Любимцем царя Артарксеркса на иврите Ахаш Вероша. Ахаш Верош. Праздник начинается постом Эстер, Таанит Эстер, в течение тринадцатого дня месяца Адар, в память поста, наложенного царицей на себя, на слуг, на всех евреев города Сузы. Праздничными днями являются четырнадцатая и пятнадцатая Адара, которые по постановлению Мардухея и Сфири были назначены как дни пиршества и веселья. Но это праздник очень специфический. Знаете, многие обвинили евреев из-за этого праздника в необыкновенной кровожадности. Например, в этот праздник нужно испечь и съесть уши Амана. Такие вот печенья с начинкой треугольного формы и называют хозяйки это уши Амана. И вот кто не в курсе, они как уши, вы что там уши чьи-то едите? И я сегодня читал комментарии антисемитов, они просто обвиняют евреев в кровожадности, что в этот день евреи умертвили десятки тысяч людей. Этот день, когда евреи убивали своих врагов, которые должны были убить евреев. То есть, по мнению антисемитов, уж лучше пускай евреи бы умерли, а те бы жили. Но Бог, Бог всемогущий, Он решил по-другому. Хотя маликитяне бросали пур, жребий. Юдгей, Валгей на небесах посмеялся и переиграл это все. Переиграл. И вместо евреев 14 и 15 Адара умерли враги Исраэля. И давайте все скажем громко, так будет с каждым. Раввины, которые уже много лет чтят этот праздник, они наблюдают, что всегда на пуре им вот что-то происходит. Ну вот, например, когда началась антисемитская кампания против евреев в 1948 году, чтобы вы знали, дело еврейских врачей, Иосиф Сталин решил повторить подвиги Омана. И он создал комиссию по делу врачей евреев, подчеркивается, евреев. И начались гонения евреев. И в 1953 году, видя, что вновь созданное государство Исраэль не хочет быть республикой СССР, как планировал Сталин, то есть его евреи обманули. Он дал добро на создание Израиля, как еще одной социалистической республики, потому что создавали социалисты, если вы не знаете. Кибуцы это социалисты, это колхозы. Это не религиозные евреи создавали Израиль. Израиль создавался через сионистов. Кто были сионисты? Социалисты. Они не верили в Бога, так как мы с вами. Но они верили в братство, любовь, мир, равенство. Вот эти все лозунги социалистов. И Сталин и Иосиф, увидев, что его обманули, что евреи не поддаются управлению, они не хотят в 1948 году стать 17-й республикой Советского Союза. И он тогда решил объявить войну всем евреям. И этот грузин психанул с еврейскими корнями Джугашвили. Швили это евреи все. Швили. И вот Джугашвили психанул. Он начал в 1948 году кампанию против евреев. В 1949 евреи были объявлены безродными космополитами. Повсеместно изгонялись с работы. Были выброшены, пишет один еврей, и мои родители. Мы 4 года жили в проголодь. Отец иногда устраивался, но потом снова сокращение штатов, а мама была безработной и теряла остатки здоровья. Это все забыли. Это помнят только деды, бабушки, у кого евреи, родичи, кто родился от семени Авраама Ицхака Якова. Но мы-то с вами, привитая веточка, мы должны корни-то знать свои и не забывать, как Бог сказал Самуилу. Я вспомнил Амалика. А ну-ка, скажи Шаулю, пусть пойдет, накажет Амалика. И вот этот Амаликитянин, негодяй по имени Аман, он и есть яркий образ антисемита. А Джугашвили решил повторить подвиги Амана. И что случилось дальше? Вот пишут современники тех событий 48-го года. В 48-м году осенью, в мае было создано государство, а осенью Сталину стало ясно, сделать Исраэль Советской Республикой не удастся. И он арестовал всех членов еврейского антифашистского комитета. А глава еврейского антифашистского комитета, Михоэлс, его фамилия, был обвинен посмертно. Его убили сначала, заказуха была. А потом обвинили. Мятеж, ну там найти это было нетрудно. В те годы очень много кого обвиняли. Был бы человек, а дело найдется. Итак, Михоэлс был убит. Комитет еврейских антифашистов арестован и расстрелян. Несмотря на пытки, заключенные не признали своей вины. Тем не менее, 12 августа 1952 года на следующий день, пишет еврей, после моего 13-летия все они, кроме Лины Штерн, были расстреляны. Ой, вей! Тут у нас Штерн, по-моему, есть один. Так вот, Лиля Штерн выжила. Лилю Штерн Бог спас. Как и всех Штернов спасает, брат Штерн. Ой, вы кричите, шо делать? Обе вехи сталинской кампании против евреев и начальный удар убийства Михоэлса и начало финальной стадии статья в правде после ареста убийц в белых халатах пришлись на 13 января 1948 и 1953 с интервалом ровно в 5 лет. Случайно ли это совпадение? Вполне возможно, что у Сталина были сатанинские причины для такого выбора даты. Это Старый Новый Год. Он же день обрезания Господня у православных. В этот день был обрезан еврей Ешуа. Еврей Ешуа о машеях. Он обрезанный. Кто не понимает этого. А мама дорогая, которую вы называете Мария, а она еврейская мама, Мария Амми. И кто целует икону, думая, что это русская, она еврейка. Вы целуете еврейскую маму, чтоб знали. 13 января было состряпано дело убийцы в белых халатах на Старый Новый Год или на день обрезания Господня у православных. Ой, золкин вы. Предстояло распятие евреев СССР. Не потому ли Сталин выбрал эту дату? Важна ли для нас эта деталь, пишет выживший еврейский мальчик? Я считаю, что как ни неприятно, нам важно понимать помыслы дракона, чтобы по возможности предотвратить повторение ужасного прошлого. Касается ли это нас, живущих в другой стране? Конечно. Особенно в век глобализации. Возможно ли повторение? Вот, например, первый комментарий на сайте 13 января 1953 года. Комментарии пишут люди. Люди. Не довел Сталин хорошее дело до логического конца. То есть, антисемитизм он жив. Он выжил. Коммунисты не все выжили, а дух демон выжил. Вот пишет Лиля Зусман Шалом. Я помню это время, но моя мама была коммунисткой и пела интернационал. А зверства Сталина узнали позднее. Да? Все были очарованы. Даже Сахарова академик он выступал в защиту линии Сталина в то время, не понимая еще до конца все зверства. Потому что шла огромная пропаганда. Пропаганда, которая запудривала мозги, что это чистка необходима. Это наши враги. Они нам мешают строить социализм. Они нам просто засланы. Это шпионы. Они работают на Америку. Они работают там еще на кого-то. Вот точно так, как Аман. Он все подвел. Вы думаете, так было просто у царя выпросить разрешение на уничтожение целого народа. Надо была база. И Аман подвел базу. Он там все разложил. И Сталин Иосиф был готов уничтожить евреев, но незадача ровно перед праздником Песах он неожиданно умер. Неожиданно скончался. Не успев, как пишут там, довести дело до логического конца. Вспомним Мегелат Эстер. Раз из племени евреев Мардыхай, то не пересилишь его, а наверное падешь перед ним. Сталин занес над нами свой стальной меч, но пал сам. Пусть же такая участь ожидает каждого врага народа Исраэля. И мы скажем Амен, Амен, Амен. Так да будет с каждым врагом нашим. Мы не ищем врагов, нам они не нужны, но они откуда-то берутся. Вот кому-то в голову приходит опять раздувать еврейский вопрос в Украине. Опять в Польше пошла эта волна антисемитизма. В других странах подогреваются какие-то вот эти вещи. На границе с Израилем сконцентрированы войска. Россия завезла самолеты сверхсекретные уже на базе стоят на границе с Израилем на аэродромах сирийских. Стоят российские сверхсекретные сверхновые которые еще на вооружение не поступили. А их уже там 34 или 24 сколько это штуки. Это что? Это на что там намекают за границей на севере? Бедствие откроется с севера мы знаем писание. Но царь Ахаш Верош он как раз выступил защиту евреев. То есть Бог нашел ключ решения проблемы. Если он нашел это тогда он нашел это во времена Сталина Гитлера много таких великих злодеев умирали на Пуим и в этом году не исключение мы ждем все мы ждем все один мальчик пишет очень интересные вещи очень интересные вещи он пишет что когда мы узнали о деле врачей когда я услышал что вот это все началось я не спал сутки я молился я читал псалмы херем псалмы псалма катара есть такое оружие у евреев тихо у нас есть это оружие мы им пользуемся тоже и когда я не спал и читал я остановился только тогда когда услышал Сталин умер не мог остановиться и он был не одинок в Пурин 1953 года любавический рэбе говорил сотнями своих хасидов в большой хаббатской синагоге в Бруклине когда вдруг по непонятной причине он неожиданно сменил тему беседы и сказал давайте все вместе произносим провозгласим ура ура по турецки это слава ура и рэбе стал кричать все громче и громче ура 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 а там тысячи евреев хасидов как подняли это десятки тысяч там собираются они на праздники Пурим и десятки тысяч евреев кричали ура в 1953 году на Пурим не понимая что они делают совершенно сбитые с толку его хасиды не понимая кричали вместе со своим рэбе и вскоре все помещение синагоги сотрясалось от их криков через несколько минут рэбе внезапно замолчал вернулся к предыдущей мысли как будто ничего не произошло на следующий день в газетах запестрели жирные заголовки Сталин умер позже раскрылись подробности кровожадный коммунистический диктатор планировал очистить СССР от евреев но в день Пурима у него случился сердечный приступ помешавший ему воплотить эти планы в жизнь ура рэбе а на иврите это слово может быть услышано как ура то есть он зло ура это он зло сделало свое дело подобную историю рассказывают о третьем любовическом рэбе цемах цедеке который 150 годами раньше своей молитвой и чтением Пуримской мегилы умертвил зло в этот день умер великий антисемит царь Николай ой-вей какие новые подробности истории Болгария тише выключаем царь Николай оказывается был великий антисемит еще один и это потому что Пурим самый большой из всех еврейских праздников Медраж Ялхут Шимани Ремес 944 сообщает что единственным праздником который по причине великих раскрытий божественности в ту пору будет отмечаться во времена Машеха будет Пурим евреи считают Пурим свят даже больше чем Йом-Кипур день искупления обычно полагаемого самым святым днем еврейского года Зар объясняет что по этой причине слово Кипурим можно истолковать как Ке Пурим как Пурим Пурим день обладающий большими чем Йом-Кипур возможностями перед первым Пуримом около 2500 лет назад евреи публично поклонялись идолам приняли участие в запретном запретном для них Перу царя Ахашвироша совершили грехи которые Йом-Кипур не может очистить Пурим не только стер эти грехи но и превратил день когда евреи должны были быть убиты в наказание за них в праздник день радости и веселья мы находим в Талмуде Шабос 88а что впервые почти через тысячу лет после того как была дана на горе Синай Тора стала по-настоящему выполняться еврейским народом в Пурим отсюда Пурим выше даже чем праздник дарование Торы Швуэс вот какие интересные вещи про этот праздник мы узнаем а радость Пурима радость это день когда ну например ортодоксальные евреи должны напиться вином они пьют алкоголь специально чтобы потерять как бы ориентиры между благословением Мардыха и проклятием Омана то есть они до сих пор вы их на Пурим можете увидеть под синагогой валяются пьяные евреи мужчины потому что это заповедь это закон это предание отцов отцы так научили и веселье там страшное там переодеваются разные костюмы разные там делают сценки смешат свиются веселятся когда там произносят слово Оман все трещотками трещат гудят а когда говорят Мардыхай говорят благословен хлопают радуются и это целый день Пурима это огромный годовой праздник такой в еврейском народе поэтому славяне ничего об этом не знают нигде в школе вас не учили но пришло время теперь Бог открывает нам потому что мы причастники еврейского народа нам это тоже надо если им это надо и мне это надо если Аврааму это было нужно и мне это нужно ой вы кричите а радость Пурима превосходит даже радость Симхастейро считающегося самым веселым праздником в году Пурим единственный праздник когда нет ограничений принимать алкогольные напитки и веселиться конечно следя чтобы не нарушить какую-нибудь заповедь то есть свининой закусывать не надо чтобы понять почему так высок Пурим давайте посмотрим что происходило тогда перед первым Пуримом в тот исторический период между первым и вторым храмами примерно 2 400 2 300 лет назад евреи находились возможно в лучшей политической ситуации чем когда-либо царица мира мира Эстер Ахашверош ее муж управлял во всем миром была еврейкой одним из царских советников кроме всего прочего спасшим жизнь царя был еврей Мор Дэхай все евреи были приглашены на личный пир царя торжествовали свобода равенство и братство царил мир шалом мечта еврея вдруг к власти поднялся человек по имени Аман который безо всяких усилий убедил царя убить истребить уничтожить всех евреев за один день без каких-либо ясных на то причин это он пишет я так думаю что было обоснование была подготовлена пропаганда почему именно евреи виноваты во всем и царь подписал его убедили ни один еврей не должен был быть пощажен нигде в мире он не мог найти укрытие да у евреев не было бы и времени убежать не существовало такой возможности спастись куда если вся империя весь мир завоеван ты никуда не успеешь убежать за границей тебя найдут повсюду ой вей это приказал царь мира ахашвэрош царь мира ни один еврей не должен быть был пощажен какова была реакция евреев на эту внезапную катастрофу они не использовали свои связи они не вышли на улице протестовать евреи любители забав всего лишь несколько недель назад поклонявшиеся идолам наслаждавшиеся угощением ахашвэроша вдруг осознали что всем этим всем этим всевышний наказывает их за попытку быть нормальными людьми то есть они вот когда царь пировал вы помните все народы гуляли все народы все произошло началось пира царя пир он там несколько месяцев гулял серьезный пир был и все должны были быть за столом царя что царь хотел накормить напоить все народы и там было идоложертвенное там жрецы воспевали славу богам своим и евреи сидели за столами делая вид что они не евреи что делать они согрешили евреи и вдруг приговор полное истребление всех евреев ой вы за что за то что они хотели быть как все поймите дорогие тут урок вы не можете быть как все и не пытайтесь все равно будете белой вороной в этом мире если вы пытались замаскироваться под своего вас найдут вычислят и обезглавят в худшем случае но на доску позора повесят в лучшем ой вы ненависть к евреям необъяснима это же демоническое действие а каждый еврей представитель создателя и больше чем просто часть творения поэтому евреи отреагировали соответствующим образом все они постились и молились три дня без остановки и что еще более примечательно они могли бы спастись от смерти простым отказом от своей религии указ омана заключался в том чтобы убить уничтожить и так далее всех евреев исповедующих иудаизм иудаизм причина была в этом в их верованиях а всякий кто сказал бы я не еврей то есть я не исповедую иудаизм был бы спасен удивительно но все 12 месяцев что над их головами висел домоклов меч уничтожения указ был провозглашен не сани а должен был исполниться 12 месяцев позже в адаре ни один еврей даже не подумал об отказе от иудаизма ни один то есть они были готовы пойти на самопожертвование этот потрясающий факт самопожертвования не имеет себе подобных в истории человечества целый народ предпочел в течение года находиться под страхом смерти нежели сказать хотя бы слово против Бога ют хей лав гей все это делает Пурим великим более значительным нежели все остальные праздники это же дает объяснение следующим двум вещам связанным с Мегилат Эстер свитком который публично читает на Пурим на протяжении всей истории евреи называются так как называет их Мегилас Эстер книга Эсфирь Еудим Еудим а не так как их называют другие книги Торы например сыновья Исраэля вот с того времени для евреев это почетное название Еудим Иудей да я Еудим все я исповедник веры в Бога живого Еудим возьмите на вооружение кто понимает если вас просят с какой вы секты скажите мы секты Еудимов пусть ищут может найдут что нибудь себе ой вы они любят приключения на одно место во всей книге ни разу не появляется имя Бога вот что интересно в этой книге нет имени Юдей вовре ни разу причиной этого является корень слова Егуди слово Ода означающее на иврите капитуляцию в тот первый Пурим впервые в истории евреи полностью капитулировали перед Богом Всевышним их капитуляция была настолько полной настолько полной и искренней что она подняла евреев на уровень божественности которые выше всех имен или названий их сущность объединилась сущностью Всевышнего то есть они готовы были до смерти стоять в том что они Игуди Игуди Бог заметил и учел к слову сказать в одни Ишуа уже Игуди не было он один был единственный и потом двенадцать апостолов Игуди конечно конечно Какой смысл все это имеет для нас сегодня как это относится к ценности нынешнего Пурима бросив взгляд прошлого мы можем ответить что чудо Пурима было более духовным нежели историческим борьба евреев против архи врага Бога Амолека это звучит немного сюрреалистично но это правда Тора рассказывает нам что Бог сотворил в мире силу абсолютного зла и разрушения называющаяся Амолек это сила так же как и существо воплощающее ее в каком-то народе распознающимся по кипящему в нем антисемитизму например нацисты ясер арафат палестинцы наличествует так же в личности каждого человека особенно еврея причина ненависти Амолека к евреям в том что он ненавидит Бога и Тора нам говорит что война против Амолека не закончится никогда до прихода Машеха праздник Пурим дает каждому из нас силу победить Амолека внутри нас что это значит на евреите слово Амолек имеет такое же числовое значение как слово Софек что переводится как сомнение разрушить наши сомнения в божественности и власти Бога Израиля истинности его Торы и в особенности сомнения в том что он немедленно пошлет нам Машеха это и есть Амолек неверие и вера они всегда борются и не надо даже гадать кто победит надо знать надо просто знать вот на этой неделе я столкнулся с Амолеком вот что меня опустошило в субботу шаббат я думаю что вот эта битва с Амолеком я накануне видел сновидение и в этом сновидении мы играли со смертью дух смерти был у меня в руках и мы бросали смерть как знаете такой как как мяч но это была смерть это не игрушка игры со смертью они опустошают антисемитизм Амолек это смерть и если вы боретесь со смертью это вас очень сильно опустошит когда Ишуа боролся в Гефсиманском саду с Амолек он истекал кровью у него из носа из ушей из глаз текла кровь его все лицо было в крови кровавом поту так написано это было крапление крови когда первый раз Ишуа проливал кровь во время молитвы то есть битва была такой опустошающей он взял с собой трех помощников помогите вместе будем молиться но они уснули он топтал точила один его битва с Амолек была очень серьезной и мощной и вы знаете я встречался с Амолеком не один раз неоднократно и каждая встреча это опустошение после каждой встречи с Амолеком лично у меня внутренности выгорают вот моя внутренность выгорает потому что это огонь сражения он выжигает воина изнутри вот почему ослабевают юноши вот почему молодые воины падают от опустошения они вступают в битву с сильным врагом Амолека может победить только сотворивший его никто из апостолов не способен он их усыпляет как дважды два четыре но это было до крещения духом святым после крещения духом святым пойди Петра усыпи он тебе так вломит мало не будет пойди Иоанна убедись что Бога нет после крещения в духе святом Йоханан который спал на молитве их было да Петр Иаков Иоанн три это мощнейший божий слуга на острове Патмос он написал книгу апокалипсис событиях последнего времени точно так же и мы носители святого духа точно так же и на нас тот же самый дух и мы ходим в том же самом помазание в той же силе ничуть не меньше разве умолился дух господин или вы думаете о себе или вы думаете о выдающихся людях до сих пор нет выдающихся людей есть великий Бог дух святой вот он великий воистину вы знаете в эти дни я увидел силу амалика я столкнулся с этой силой я соприкоснулся давно у меня такого не было он все время каких-то посылал второстепенных демонов их легко было бы побеждать но личная встреча с сатаной всегда опустошает напоследок залкал написано 40 дней он был искушаем от дьявола то есть 40 дней шла эта битва и напоследок Ишуа упал обессиленный когда он отбил последнюю атаку сатана от него отошел Бог ему сказал отойди все закончилось твое время вышло время твое 40 дней прошло все и написано приступили к нему ангелы и служили ему я убежден что мне служат ангелы прямо сейчас просто вижу как они там ходят по моим внутренним они маленькие если вы думаете что ангелы есть они есть очень великие а есть очень маленькие микроскопические они проникают в кровеносную систему и они такого же размера как молекулы атомы но это ангел идет это позитив это идет небесная энергетика и когда ангелы проходят у меня исцеление вчера произошло от давления то есть у меня высокая наверное 160 где-то я не мерил не мерил но я знаю уже состояние у меня бывало когда я в прошлые разы мерил а в этот раз Дух Святой сказал если ты померишь давление я не смогу тебя исцелить это кому-то надо услышать люди придумали разные вещи которые они думают что им помогают но они мешают Духу Святому и я не сказал нет мне жена говорит давай померяй я говорю не никаких мерений и я лежу я чувствую что я уже между жизнью и смертью такое состояние давления знаете это состояние и я лежу и говорю что нет это моя битва и в этой битве сатана меня не одолеет тот кто сильнее меня не справится с той верой которую бог уже наделил меня как плод а не дар кричите вей вера как плод а не как дар то есть вера которая уже часть моей сущности это не то что пришло и ушло это то что со мной всегда плод духа это то что с тобой всегда и какой плод такое дерево такая ценность у меня сады были я любитель садов много садов видел повидал и сам выращивал деревья и я знаю когда стоят персиковые деревья какое какое дерево дает самые сочные сладкие большие плоды вот есть дерево оно дает маленькие но очень сладкие есть дерево дает большие но не но не кислые а есть дерево дает и крупное и сочное и сладкое вот я хочу быть таким деревом то есть мои плоды плод духа должен вызреть до полноты и на это время очень мало дается созревание наше длится с момента рождения свыше сколько лет вы как родились свыше и где плоды где ваша вера покажите вере вашей вера это всегда проявление нашего характера уже нового человека и я проявил характер и давление ушло была даже мысль вам написать молите за меня пожалуйста я под атакой но дух святой сказал если напишешь то все ты будешь каждый раз писать это это тоже метод он тоже работает но если вы хотите каждый раз писать тогда меряйте давление дальше ой вы кричите мама дорогая как все интересно на пурим разворачивается конечно это и было испытание которое божий народ должен был пройти все зависели от одной девочки все зависели от решения царя но что принять решение царю к нему должна была войти царица а он ее не звал и если бы она вошла незваная стражники ей должны были отрубить голову мгновенно знаете как царя мирового уровня охраняли не знаете что вы не бывали там я тоже не бывал но могу представить мне хорошее воображение бог наделил меня поэтому амолек амолек или амалик это враг который будет продолжать с нами иметь дела до возвращения машеха и мы сталкиваться с ним будем периодически и постоянно для того чтобы вы увидели верили вы сами у вас есть уже вера или вы еще звоните пастор помолись за меня я умираю вера это плод это часть сущности это часть характера вот что надо воспитывать в людях а независимость от бенихина вот приедет помазанник он помолится я ему заплачу воду привозят с Африки вот это помолился великий помазанник над водой что вы делаете а поясание павла брали с его тела без его ведома он даже не знал об этом это все отголоски языческой культуры прилагали да бесы уходили у меня тоже постель вот Катя поспала 30 именно на моей подушке под моим одеялом 38 сменилась на 36 и 6 именно Дух Святой мне показал она должна поспать на твоем месте где спит Святой Человек Божий да я знаю Кости Елисея исцелили мертвого воскресили Кости одежда имеет значение если ты праведный человек конечно Святой Божий на тебе Руаха Кудыш но это не делает нас особенными вообще наоборот это делает нас более мудрыми внимательными к тому что Бог доверил нам доверил Итак книга Пурим хочу прочитать с конца опять с конца и мы сделаем причастие это сегодня такая вступительная часть немножко что-то вы узнали о еврейских корнях и вам понравилось я так думаю мне очень нравится девятая глава и десятая глава я хочу почитать в переводе восточный перевод есть для восточных народов так как мы на восток отправляемся с вами 12 месяц Ахашверош будем говорить а не Артарсеркс Артарсеркс это греческое написание Ахашверош еврейское и оно более близкое потому что оно переводится 12 месяц то есть месяце Адар в 13 день его в который пришло время исполнится по велению царя и указу его в тот день когда надеялись неприятели Еруд взять власть над ними а вышло наоборот что сами Еруд взяли власть над врагами своими собрались Еруд в городах своих по всем областям царя Ахашвероша чтобы наложить руку на зложелателей своих и никто не мог устоять перед лицом его потому что страх пред ними напал на все народы страх пред Еруд 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 страх напал это такой дух страх так он на кого Бог говорит на того и нападает он конечно и сам не дурак видит своих жертв но если Всевышний ему сказал напади на всех кто не егут то этот ангел своей армией покрывает империю всю персидскую и она полностью вся под властью страха вся что сейчас вы увидите как будут падать империи нации сейчас будет война очень такая масштабная уже не по одному будет выдергивать уже будет время спасения нациями нациями и вот егуты собрались в городах чтобы наложить руку на зложелателей своих никто не мог устоять пред лицом их потому что страх пред ними напал на все народы и все князья в областях и сатрапы и области начальники и исполнители дел царских поддерживали егут потому что напал на них страх перед мардахеем а мардахеем завтра поговорим послезавтра это отдельная история почему перед одним человеком пошел страх от одного человека интересно и вся империя под властью страха перед мардахеем ибо велик был мардахей в доме у царя и слава о нем ходила по всем областям так как этот человек мар дэхай правильно его зовут мардахай поднимался все выше и выше песня мардахеем все выше и выше и выше это неплохо когда ты все выше и выше а это неплохо спросите у тех людей кто понимает и мардахей увидел весь народ о нем узнала вся империя без телевизора и интернета в то время еще а представьте как быстро сейчас узнают обо всем элона маска никто не знал пока он не послал ракету со своей машиной ну потом кто-то знал узкий круг специалистов кто-то знал что он успешный миллиардер но сейчас его знает весь мир и все смотрят что же он будет делать дальше бог привлет внимание сейчас к этому человеку я не буду все говорить но держите его в поле зрения он еще много раз удивит всех так вот мардахей мардахай был в доме у царя слава по нем ходила по всем областям так как этот человек мардахай поднимался выше и выше избивали иуд всех врагов своих побивая мечом умерщая истребляя поступая с неприятелями своими по своей воле в сузах городе престольном умертвили иуд и погубили пятьсот человек и паршан дафу и долфона и асфафу и парафу и адалию и риадафу и пармашфу и ариса и аредая и ваизафу десятерых сыновей амана сына амадафа врага ю умертвили они а на грабеж не простерли руки свои не взяли ни копейки в тот же день донесли царю отчисли умерщвленных в сузах престольном городе и сказал царь царица эстер суза в городе престольном умертвили иуд и погубили пятьсот человек и десятерых сыновей амана что же сделали они в прочих областях царя какое желание твое оно будет удовлетворено какая еще просьба твоя она будет исполнена и сказала нежная и удивительная девочка эстер абсолютно человеколюбивая она это все делала из человеколюбия если царю благоугодно то пусть бы позволено было егудам которые сузам делать то же и завтра что и сегодня а десятерых сыновей амана пусть бы повесили на древе и приказал царь сделать так царь все и данный это указ сузы десятерых сыновей амана повесили то есть публично их тела выставили собрались иуд которые в сузы также в 14 день месяца адар и умертвили в сузах 300 человек еще а на грабеж не простерли руки своей и прочие иуд находившиеся в царских областях собрались чтобы встать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих и умертвили из неприятелей семьдесят пять тысяч семьдесят пять тысяч вау вот это да а на грабеж не простерли руки своей это было в 13 день месяца адар а в 14 день того же месяца они успокоились сделали его днем пиршества и веселья иуд которые в сузах собирались в 13 день его и в 14 день а в 15 день его успокоились 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 евреи ой и сделали его днем пиршества и веселья и веселья 15 день месяца адар то есть что они делали вот в эти дни до первого марта с 28 февраля на 1 марта они успокоятся только а сейчас мочат одного за другим пачками пачками десятками тысячами десятками тысяч вот что значит падут тысяча и десять тысяч одесно тебе не приближет кто их убьет ты не веришь не надо поверь будет вам твое дело очень глубокая история очень военная она не для гражданских это воины духа только понимают такие вещи ух и они радуются что их час пробил мочить амана амалика 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 будем бить чем будете заняты эти два дня будем бить амалика ой вы мужа алкоголика амалика ой вы ммм пятнадцатый день они успокоились сделали его днем пиршества и веселья поэтому иудеи сельские живущие в селениях открытых проводят четырнадцатый день месяца одар в праздники веселья и пиршестве как день праздничный посылает подарки друг другу я вам посылаю начинаем посылать все что есть у меня принимайте воздушный поцелуйчик от рыбе юзика на праздник пурием чем богаты тем и рады но если можете что то еще добавить то добавляйте пошлите друг другу в эти дни подарки поздравьте друг друга с победой возрадуйтесь возлекутесь мы же один народ с евреями иуды наше имя иуд откуда мы знаем читали иуды иуды это слово корень его о да означающие на иврите капитуляции то есть иуды это те кто капитулировали перед богом всевышним как они выглядят а гляньте на меня вот типичный стекло вставил аккумулятор новый поставил и знаете что решил машину развернуть думал ее переставить на другую стоянку потому что ну чтоб они опять не ограбили меня но дух святой мне сказал когда тебе ударили в одно стекло подстав другое так я вот машину развернул чтоб она другим стеклом стояла захотят бить придется бить вторую щеку моей машине ой вы кричите иуды вы здесь иуды это которые капитулировали перед богом если кто коснется меня коснется зеницы его ока потому что у меня ничего моего нету ой эй это люди что коснулись машины они получили цорис на всю голову как вот эти амалики что не понимали что евреев трогать нельзя Сталин ты бы еще жил до сих пор Сталин всегда живой знаете все кричали да ну зачем ты тронул евреев идиот идиот по-еврейски не совсем умный человек ой зохин 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 вей 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 так что в эти дни посылайте подарки подарки вот мне сегодня прислали денег на аккумулятор лобовой струк я вам воздушный поцелуйчик и благословение от раби языка а что бог вам даст я даже не могу и представить он же все видит он видит кого вы поддерживаете если вы поддерживаете мардахея то будет вам и на пряники не переживайте мардахей будет быстро подниматься по служебной лестнице вы увидите еще меня во дворце нетаньяху подождите а что делать ну если бог ведет что делать это мой друг очень хороший друг беня 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 бенджамин воин лев это серьезный серьезный сосуд божий и он царь царь израиля извините все из рода давида он на престоле он воссел и в его царстве будет порядок эти три с половиной года на царю им там очень на полную программу как праздник поимут бог дал время евреям эти три дня за три дня они все сделали всю программу выполнили пусть завозят новые самолеты да михай ни один не взлетит вот увидите ни один ни одна собака не пошевелит языком на израиль теперь почему потому что время пришло израиля всем народом бог дал две тысячи лет а израилю три с половиной года всего ну 70 лет со дня основания это мы считаем конечно тоже но еще три с половиной прибавки они войдут войдут и в этом году 70 лет а 70 это всегда начало строительства храма третий храм будет построен в Иерусалиме на храмовой горе никакой мечети там не будет все будет очищено вычищено арабы тоже пусть трепещут потому что бог идет бог поговорит с ними на своем языке ой вы кричите ой вы знаете одни пришли думали что они все могут против бога за ночь 185 тысяч не встали за одну ночь 185 тысяч не проснулись так бог всегда разговаривает с врагами и как сказать он поклялся поклялся поэтому пуим пуим это не для всех это только для тех кто понимает слово егуди егуди запомните запишите выучите мы уже несколько слов выучили шайфтимы ешуруны а теперь егуди егуди спросят вас кто ты егуди с какой деноминации с той что егуди все и слово егуди видите оно очень глубокое глубокое евреи это слово применяют даже выше считают чем сыны Исраэля почетно быть сыном Исраэля но егуди выше стоят очень интересно очень интересно и так и приняли егуди то что уже сами начали делать о чем Мардехай написал им как Аман сын Амадафа Бугиянин враг всех иудов иудеев думал поубить Иуд и бросал пур жребий об истреблении и погублении их и как Эстер дошла до царя и как царь приказал новым письмом чтобы злой замысел Амана который он задумал на иудеев обратился на голову его и чтобы повесили его и сыновей его на дереве поэтому назвали эти дни пурим от названия пур поэтому согласно со всеми словами этого письма с тем что сами видели до чего доходило у них постановили егуды приняли на себя на детей своих присоединяешься к ним неотменно чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое время каждый год вот почему мы здесь сегодня радуемся радуемся лайкаем лайкаем сердечки посылаем 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 сердечки лайкаем нажимайте там сердечки в фейсбуке и у вас будет много сердечек не будьте бессердечными спасибо два сердечка пришло еще три четыре сколько сердечных настоящих вы знаете бог на все смотрит на все абсолютно даже сколько ты раз лайкнул эту проповедь спасибо спасибо посыпали сердечки аллилуйя 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 ой какая радость просто я уже честно говоря пьяный в духе уже готов уже у меня начался опорим ой вей так надо же прочитать плывет в глазах ой вей вот такая секта появилась новая но она не новая она древняя очень древняя вот и чтобы эти дни были памятны и празднуемы во все роды в каждом племени в каждой области в каждом городе и чтобы дни эти пуем не отменялись у иуд и память о них не исчезла у детей и ой хорошо очень хорошо просто самочувствие отличное иуде и и и и и и и и и хорошо хорошо и финал финал девятой главы книги эсфир написала так же царица эстер дочь авихаила и марда мардахай и руди со всей настойчивостью чтобы исполняли это новое письмо о пури ими и послали письма ко всем и руди 127 областей царство а хашвэроша со словами шалом и циткейну чтобы они твердо наблюдали эти дни пурина в свое время какое постановила них мардахай и и и царица эстер и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни поста и воплей так повеление эстер подтвердило это слово опорями и оно вписано в книгу все тут собранию конец а кто слушал молодец или молодец ой ой наша молитва к Богу Боже дай нам отождествиться с евреями с егуди настоящими дай нам отождествиться с Твоим народом который сегодня празднует Пурим и не только сегодня но каждый Пурим умирает антисемит вот газеты читайте кто умер это точно антисемит и гуди знают что на Пурим обязательно смертность высокая среди антисемитов есть люди которых вы считаете антисемит они не антисемиты вообще а есть люди что вы считаете семитами а они антисемиты настоящие поэтому тут без Духа Святого не разобраться Дух дает нам дар развлечения мы должны различить настоящего антисемита от не настоящего точно так же увидеть кто есть ягуди а кто какой-то там харизмат галимый развлечение должно работать ой вы скажете что харизматов не трогать а что это святое для вас я ж не знал а ягуди для вас кто тогда спросите харизматов а ты ягуди что он вам ответит ой вей я видел сон дорогие будут рушиться империи созданные пастырями они упадут ближайшие в этом году уже начнется да возможно для этого понадобятся жесткие гонения запреты законы новые я видел на этой неделе еще силу закона сила закона это пух просто невероятная энергетика это ху-ху-ху-ху-ху я видел силу закона и те кто отвергает закон отвергает его силу а те кто принимают понимают закон они принимают и силу закона если вы хотите знать все на этой земле бог законодатель производит через свои законы поэтому кого помиловать он помилует по закону кого жалеть пожалеет по закону но если он найдет у тебя заклятое или встретит непослушание которое грех как колдовство или противление тогда извините вас предупредили отвергает права с с